Из года в год встречаются родители, которые хотят, чтобы их дети носили такие имена, которых уж точно больше не будет ни у кого в детском саду, школе, институте. 2015 год богат на редкие имена. Отмечается и так называемое «возвращение к истокам» – русским старинным именам. Были такие имена, встретились нам, но приятно для нас даже было слуху и глазу. Скажем так, мальчиков у нас называли Добрыня, Святозар, Горислав, Пересвет – вот такими русскими именами. Девочек называли Диаманта, Любава у нас была, Олимпиада, Альфина – вот такими необычными именами. Подбирая ребенку имя, которое могло бы выделить его из общей массы, стоит быть осторожнее. 122 акта о перемене имени зарегистрировано в ушедшем году. А вот самыми распространенными мужскими именами стали Александр и Михаил. Несколько лет подряд лидирующие позиции удерживает имя Артем. Среди девочек называли Мария, Анастасия и Дарья. И вот точно так же русское имя Мария тоже уже на протяжении последних лет у нас в Раменском районе тоже не сдает свои позиции. Оно вот больше всех называет девочек именно с именем Марии. И вот здесь я хочу отметить, как отмечает наш начальник главного управления ЗАГС Елена Эрнстовна Филатова, вот такое возвращение к русским традициям, к русской культуре наших граждан, говорит о том, что мы больше и больше познаем свою культуру именно с тех вот давних времен. И это, конечно, нас очень радует. Количество семей, где родился второй и последующий ребенок, составляет 56%. Это по-прежнему больше, чем семей, родивших первого ребенка. Отмечен и еще один интересный факт. Мальчиков в ушедшем году на 1% родилось больше, чем девочек. У нас в этом году, можно сказать, в 2015 году произошло событие. Во-первых, регистрация рождения перешагнула трехтысячный рубеж. То есть за 2015 год у нас было составлено 3024 актов гражданского состояния о рождении детей. Это практически на 200 записей больше по сравнению с прошлым годом. Мало того, что за последние 20 лет рождение превысило смертность. И в этом году у нас эта тенденция положительная. Мы превысили смертность и надеемся, что в 2016 год будем держаться. Самыми богатыми на регистрацию детишек стали месяца октябрь и декабрь. В прошедшем году в Раменском ЗАГСе зарегистрировано 37 пар двойняшек, что значительно больше, чем в 2014 году. Говоря о бракосочетаниях, то в 2015 году вступили в брак 2489 пар. 90% молодоженов регистрируют свой брак в торжественной обстановке. Уже у нас каждый год количество пар увеличивается. Это говорит о том, что ЗАГС наш востребован. Наши молодожены любят заключать брак в Раменском ЗАГСе. Нравится наш ЗАГС. И хочу сказать, что 67% это жители Раменского района, а вот 33% это иногородние жители. То есть почти каждый третий у нас иногородний. И это тоже нас радует, что ЗАГС востребован. Говоря о менее приятной теме разводов, можно отметить положительную динамику. Данных актов составлено на 7% меньше, чем в 2014 году. Регистрация отцовства повысилась. И в прошлом году составлено 37 записей об усыновлении. Показатель среднего уровня продолжительности жизни увеличился и составил 71 год. Хочу всем пожелать спокойных, удачных, светлых и добрых дней. Здоровья всем, нашим семьям особенно. Мы всегда рады видеть в нашем ЗАГСе семьи Раменского района и не только Раменского района, а всей Московской области и Российской Федерации. И всегда я всем говорю до новых встреч в Раменском управлении ЗАГС.